Доброго всем! Сегодня продолжаем знакомить вас с нашим оборудованием. Поэтому этот ролик будет интересен в первую очередь тем, словно говоря, многочисленным подписчикам, который просит рассказать об обозначении нашего цеха станками и приспособлением. В этом видео из станочного цикла речь пойдет о восстановлении геометрии клапана, проще говоря, о шлифовании фаски торговли клапана. Сам станок – это продолжение, а точнее вторая часть от итальянского производителя Комик РВ-156. В прошлом ролике мы рассказывали о торцевании ножки клапана именно на той половине станка. Ссылка на то видео и другие ролики о нашем оборудовании будут в описании под видео. Итак, о станке. Как я уже рассказывал ранее в том ролике, с двух сторон на оси двигателя этого станка установлены шлифовальные камни. В данном случае со стороны, где мы осуществляем восстановление фаски клапана, стоит шлифовальный тарельчатый камень диаметром 251 мм. Станок прост в исполнении и в работе, и не требует специального образования. И есть подающая каретка, в которой закрепляется клапан, и где он получает вращательное движение вокруг своей оси. И рабочая зона – шлифовальный камень с охлаждением. А над всем этим мы уже сами прикрепили освещение – обычную настольную телескопическую лампу. Подающая каретка, которая отвечает за подачу клапана на камень и вращение его вокруг своей оси, располагается на поворотной станине. Это дает возможность изменить угол шлифования. Ведь рабочая фаска клапана бывает разного угла и не только в 45 градусов, как об этом думают многие. Данный станок может обработать клапаны диаметром стержня от 5 до 16 мм и диаметром тарелки клапана 25-120 мм. Чтобы закрепить разный длинный клапан, существует подвижный упорный фиксирующий вильт. Откручиваешь его и перемещаешь упор в соответствии с длинной клапан. Сама каретка перемещается по направляющей, в выполненной в виде ласточкиного хвоста. Зазор в этом соединении регулируется при помощи двух винтов и прижимной планки. Перед кареткой находится подвижная фиксируемая опора и прижимной палец. В опоре клапан, поджатый сверху металлическим пальцем, свободно вращается и выполняет, как и понятно из названия, опору для клапана. В каретке, как мы видим, находится механизм вращения в виде двух роликов снизу и прижимного сверху. Чтобы вставить клапан или разомкнуть ролики для его высвобождения, нужно лишь потянуть ручку маятникового механизма на себя. Вот, в принципе, и вся конструкция. В основании прикреплен лимб с градуировкой, обозначающий угол тарелки клапана к шлифовальному кругу. Отжимаем винт. Перемещаем каретку на требуемый угол. И затем фиксируем. В торце каретки находится подающее колесо и вновь-таки лимб с градуировкой подачи. Одно деление 5 суток. Хотя в данном случае это приблизительное значение. Как видим, пока ручка каретки не поднята и каретка не переведена в рабочую зону шлифования, клапан не поджат и, естественно, не вращается. Как только ручку поднимаем, клапан поджимается и вращается в ролик. Непосредственно перед шлифованием включаем насос подачи охлаждения. Ручкой подачи клапана выбираем зазор между камнем и тарелкой клапана. Тем самым осуществляя шлифование рабочей фаски. О том, как и зачем это нужно делать, мы расскажем, да и уже рассказываем в наших рубриках капитальный ремонт ГВС и технологии ремонта. А на этом все. Пишите комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить и без аварийных вам поедем.